И снова здравствуйте, The Brash 2019. Наболевшая тема, наверное, вы уже ее многие прочувствовали, это руки, кисти рук. Когда вы начинаете делать какого-то персонажа, динамика, поведение, поза, и именно надо в позу поставить, так сказать, в позу вписать руки тоже в движении, динамичные. Статичные это очень просто, рука кулак, кисть сжата, кисть просто пальцы ровные, это все понятно. Погнали разбираться с этой темой. Можно, конечно, все это дело вылепить с самого начала, используя вот эти вот примитивы. Опять же, используя цилиндр и используя, возможно, именно сферу или куб. Но это уже не актуально, я думаю, что кистей, в принципе, в интернете валом, можно скачать. Также можно использовать Ликбокс и использовать вот эти вот модели уже готовые. Допустим, вы их нажимаете, открываются, и вот можно взять, допустим, вот эту кисть. Также кисть можно взять с любой модели или ваши модели, которые уже наработаны, вы можете просто их переделать. Если вы когда-то делали хоть одну кисть, то с одной кистью можно сделать массу. И вытянуть пальцы, и укоротить пальцы. Также есть для сказочных персонажей, сейчас я вам покажу, вот есть, так, Ликбокс отключу, есть браш, и есть вот это вот ММТУМ. Вы его открываете, тут у вас и штаны, и заготовки. Так, что тут у нас, сабдивайды. Так, и вот вы видите, что здесь у вас есть двухпалые ноги, трёхпалые и так далее. Здесь у вас есть тела, и вот они ваши кисти. Именно если для Микки Мауса, или сказочного персонажа, животного, то вот вы можете их взять отсюда. Вы нажимаете, и вот это всё дело вытягиваете. Вот у вас эти кисти. Так, Ctrl N. Вот они у вас, кисти, и вы можете их использовать, переделывать и так далее. Добавлять тут даже можно добавить просто пальцы, их как-то переделать, и будет полноценная уже, возможно, кисть человека. Но с этим можно и нужно будет постараться. Другой вариант. Я покажу просто на своей кисточке, которую я уже давно сделал по прошлым роликам. Кто смотрит, тот, наверное, вспомнит. И вот здесь у меня очень уже много заготовок, кисти и так далее. Много всего разного. Не всегда получается их все использовать, но вот есть кисти, которые мне очень помогают. Допустим, это вот кисти рук. Также я сделал кисть, это ноги, и сделал кисть именно части тела, это туловище, потом предплечье и так далее. Словом, по анатомии все, чтобы можно ускорить было именно создание персонажа, беря ту или иную, допустим, деталь, а потом её переделывать. Это быстрее, и сейчас это актуально. Когда, наверное, 3D-моделирование только зарождалось, то всё приходилось делать именно с нуля. И потом этим пользоваться. Теперь очень много заготовок. Ну, это я опускаю, это отошёл от темы. Так, вот, открываем кисть. Так, Make Polymesh. Вот такая кисть. Вытягиваем, заходим в Subtools и нажимаем опять же Split, Grow Split. Окей. Чтобы отделить именно примитив от кисточки вот этой, вот именно кисти. Так, примитив нам уже не нужен. Можно его удалить. Окей. Так, кисть нам тоже не понадобится. Стандарт. Смотрим, как она тут установилась. Используем Frame, если нужно. Или Alt, левая кнопка мыши. Всё это отдаляем. Смотрим, где она что. Вот так она установилась. Нажимаем X. Проверяем, где симметрия. Теперь Move. Всё это дело можно вот так отвести. И нужно вот именно в геометре модифитопологи Miro N12PX сделать. Всё, значит, всё работает. И вот надо посмотреть именно где и что, как это установилось. Вот таким вот образом. Вот с этой панорамой будем работать. Так, всё это отключаем. Отключаем перспективу Full. Одну кисть маскируем. Вот так вот. Нажимаем Ctrl W. И опять же, так, Subtool. Split, Group, Split. Если нам нужно именно две кисти разные сделать. Правую и левую. Для каждой руки уже модель стоит, допустим, в позе, да? Так, одну кисть можно отключить. Переключимся, наверное, вот на эту. Так, пардоньте, наверное. Вот будем использовать вот эту кисть. Вот этот ракурс. Shift, левая кнопка мыши выравнивает. Вот так её выводим. Опять же, смотрим Full. Вот так всё это. И можно теперь, как удобно нам, эту кисть установить. Ну, допустим, мне будет удобно работать вот в таком положении. Я хочу видеть каждый палец, и чтобы рука не сбивалась. Так, приближаем Alt, правая и левая кнопка мыши. Любой пользуйтесь. Всё, приближает. Вот левая работает. Alt, правая кнопка мыши и та, и та работает. Так, следом. Всё, погнали. Будем работать маскированием. И как вот смена позы именно персонажу. Так. Всё это дело маскируем первый палец. Палец. Вот так. Теперь Graph Size можно уменьшить. Если вы зацепили какой-то палец, то желательно Ctrl-Alt. Это сразу заметить и всё это дело очистить. Вот так всё это дело получается. Так. Всё есть. Вот так вот. Ещё меньше Draw Size цепляет соседний палец. Вот так всё это у нас получается. И теперь делаем Ctrl-E. и Ctrl и жмём на маску. Она размывается вот здесь. И можно теперь работать. Смена позы. Вот так вот устанавливаем. Жмём ротацию. Отключаем Gizmo. И вытягиваем вот так. Именно вот от этой нижняя часть должна стоять на низу пальца. Так. Вот так всё это получается. И вот так мы ротации вводим. Следом, что можно сделать, это замаскировать именно вот эту часть. Маскируем всё это дело. Я сегодня отошёл от глины. Вот взял другой материал. Если плохо видно. Ну, эксперимент. Так. Давайте я, наверное, подстрахуюсь и поставлю свою любимую глину. Так. Вот так всё это выглядит. Опять же, вставим мов. Ставим вот на нижнюю часть. А перед этим не забываем опять же Ctrl и размывать маску. Чтобы вот здесь было размытие. Чтобы она мягче именно незаметно поворачивалась. Опять же, ошибки. Не забывайте переключаться на ротацию. А лучше на мов. Реже переключаться. Так. Вот такая штука получилась. Палец изменил своё положение. Вот в таком духе. Ну, и теперь давайте опять же дровсайз побольше. И замаскируем вот эту часть. Вот так. Опять же, дровсайз поменьше, побольше. Смотрите в процессе работы, как он у вас там происходит. Чтобы много не зацепить. Опять же, включаем ротацию. И опять же, не забываем Ctrl, размывать маску. Ctrl и нажимаете на маску левой кнопкой мыши. Она размывается и становится мягче. Ставите ротацию. Опять повторяем этот процесс. И загибаем палец вот так вот. Всё. Снимаем маску. Вот палец изменил своё положение. Вот так вот. Так. Следом нам нужно изменить положение, допустим, вот этого пальца. Здесь всё попроще. Здесь мы можем ровной масочкой пройти. Вот так вот. Чуть-чуть захватить вот этот край. Вот так. Смотрите на анатомию, как движется палец. Жмём Ctrl и опять же, Ctrl, размываем маску. Вот вы видите, как она размывается. Сейчас ближе поставлю. Вот. Вы видите, что нету чётка. Вот такой нет полосы. Она размыта, мягкая. И вот это нам дело помогает именно менять позу. Так. Ставим, как нам нужно. Вот так вот. И, допустим, палец немножко нужно подвернуть. Немножко. Вот так. Здесь всё попроще. И теперь вот так, Ctrl, Z выставляем. И вот так вот можно его теперь замаскировать. Вот по эту, где идёт линия сгиба. Не забываем, опять же, где косточка. Вот так вот всё это дело маскируем. И теперь опять же, Ctrl. Размываем маску. Один раз можно нажать. Два. Это уже на ваше усмотрение. Не принципиально. Опять же, используем ротацию. Подгибаем палец. Вот такая штукенция получается. Снимаем маску. Подключаем ротацию Drive. И вот вы видите, что два пальца уже изменили своё положение. Со следующими пальцами как работать. Здесь вот, опять же, вы видите, ровно выставлено. Вы Ctrl, левая кнопка мыши вытягиваете вот такую рамочку маскирования. И можете пробел нажимать и именно корректировать. Вот теперь замаскировано. Вот эта вот часть уже это нехорошо. Уменьшаем Drive Size. И Ctrl, Alt немножко подчищаем. Вот так, чтобы палец лишнее за собой не тянул. Он будет, именно вот эта косточка должна остаться видимая, выпуклая. А вот от этой части палец сгибает. Опять же, Ctrl. Размываем маску. Так. И вот теперь Ctrl, И. И вот так вот боком ставим. Можно вот так вот боком. Как вам виднее, удобней. И опять же, ротацию. Опять же, от самого низа проводим вот эту линию. И немножко палец нагибаем. Следом, дровсайз чуть побольше. И можно уже смело вот так вот маскировать. Опять же, Ctrl маску размываем. Маску ведёте по косточке, которая должна быть вверху. Вот вот эта косточка. Сейчас я меньше дровсайз покажу. Вот эта вот косточка. Она должна от неё сгибаться. Это вот вы просмотрите анатомию. Как устроена рука. Это в будущем вам очень поможет. Так. Вот таким вот образом сгибаем. Опять же, маскируем. Графсайз побольше. И маскируем теперь вот последующую косточку. Вот так вот. Вот таким вот образом. Здесь уже косточка сверху. Опять же, ротация. И опять же, подзагибаем. Вот такая штука. Если вдруг у вас где-то выходит тут искажение. Так, в бок как-то уходит. То здесь можно опять же её подкрутить. Вот так вот. Опять же, ведём от верхней части, от косточки. Вот эту выкрутку. Так, всё. И этот палец приобрёл своё, так сказать, место. Следом надо вот эти тоже переделать. Ну, принцип, к словам, понятен. Я не буду затягивать ролик. Всё это точно так же происходит. Опять же, вы это всё дело, используя графсайз и контрол, маскируете. Вот так вот. До косточек. Опять же, вот эта косточка уже не маскируется. Она идёт на сгиб. Вот так вот. Не зацепляя соседних пальцев, старайтесь. Потому что, когда вы будете выкручивать. Вот, допустим, я сейчас покажу. Вот зацепил я соседний палец. Делаю контрол и. Контрол и. Делаю размытие контрол. И вот, смотрите, если какой-то участок вы прозевали, то вы нажимаете ротацию, вытяжку ставите, начинаете вертеть, и вы видите, что соседний зацепленный уходит в бок. Он искажается, ломается, может потянуть вместе с этим пальцем. Контрол-Зет, не забывайте возврат. Уменьшаете драфсайз. И именно аккуратненько, используя опять же контрол, вот это дело всё подкорректируете. Вот так вот. Именно аккуратно, чтобы не зацепить рабочий палец вот этот. Смотрите с боков. Вроде всё нормально. Всё. Вот теперь можно опять же использовать ротацию и вот так его крутить. Следом опять же маскируете по косточку. Драфсайз чуть-чуть побольше. Соседние пальцы уже маскированы. Здесь уже смело можете не бояться, что вы что-то зацепите и так далее. Опять же используем ротацию. И вот так этот палец сгибаем. Так. Вот такая штука получилась. Вот я вам покажу. Вот без размытия получается вот такая как. Контрол-Зет. И жмёте контрол. Размываете маску. Вот так вот. И вот теперь смело можете вертеть. Вы видите, что он вертится теперь мягче. Вот так вот. И немножко можно его вот так вот подкрутить, если надо, в эту сторону. Вот допустим вот так вот. Сказал, не буду показывать. А сам продолжаю. Ну, вот ещё один палец тогда сделаем. Для образца, чтобы уже для полного понимания. Опять же вот. Зацепил я косточку. Это неправильно. Контрол-Альт. Очищаем именно вот эту вот часть косточку. И вот эту вот фалангу. Вот. Вот теперь опять же Контрол-Размытие. Так. Контрол-Зет. И теперь опять вот так вот ставите и от нижней части проводите ротацию. Уже можно прям побольше его загнуть. Это уже пальцы идут. Вот так вот. Следом всё это где-то, если что-то не так, можно выгладить, долепить. В принципе, уже это не такая катастрофичная задача. И получается вот эти части на сгибах вы можете пролепить, сделать более явными. Вот так выгладить, а потом чуть-чуть выделить, где-то смягчить. И вот получается вот такая кисть. А тема именно кисть, как сделать кисть доктора Стрэнджа. Я забыл это сказать. И вот когда у вас получается вот эта часть, вот эта, нам нужно её вот так именно замаскировать. Графсайз поставить чуть-чуть побольше, Shift, левая кнопка мыши выровнять. И вот так это всё дело правильно отмаскировать, чтобы зацепить вот эти подушечки. Так, опять же, Ctrl, размываем маску, выставляем как нам надо. И немножко это всё дело давайте перекрутим. Вот перекрутка прошла, здесь вот правильно будет складочка, тоже как кисть уходит. Вы это если согнёте руку, сами увидите. И если что-то не так, перебор какой-то, допустим, то можно мов включить и немножко уже её вот так вытянуть, подкорректировать. Вот так снимаем маску и вот у нас уже изменилась рука. Вот так вот всё это дело получается. Вот так это выглядит. Опять же, смотрите, чтобы когда вы сделали вот эти пальцы, да, то можно их ещё подкорректировать в плане каком. Если какой-то ближе стоит, какой-то дальше, вот допустим, вот этот палец, вот этот, вот так вот, можно замаскировать. Если где-то опять же зацеп прошёл Ctrl Alt вот так и вот эту часть уже маскируем, потому что будет передвигаться палец именно с этой косточкой. Жмём Ctrl и и жмём опять же Ctrl левая кнопка мыши на маску вот так и вот теперь с помощью ротации можем всё это дело подкрутить. допустим, допустим, вот так где-то прибрать там вот палец поближе косточкой поставить к этому пальцу. Надо это всё внимательно опять же смотреть, примечать какие-то детали, не забывайте. если что-то нужно, то опять же с помощью MOV можно всегда палец подвинуть ближе. Вот так вот. Снимаем маску ну и можно использовать Shift левую кнопку мыши, чтобы выгладить. Вот так вот. Вот уже палец один стал ближе, а этот палец тоже можно подтянуть к нему и будет вообще изумительный. Может пианист. Правда кривоват палец. Ну если на кроняк если на кроняк косяка какого-то упороли, то MOV и вот так вот всё это дело можно немножко просто оттянуть, потом подкорректировать чуть-чуть вот так косточку оттянуть, эту косточку оттянуть и вот уже у вас получается вот так вот палец установлен, а этот можно чуть-чуть допустим сбок отвести. Вот для пианиста само то. Но эту позу я взял именно с кисти доктора Стрэнджа. Сейчас я вам покажу уже готовый результат. импорт, рабочий стол, рука Стрэнджа, фрейм, вот такая получилась поза руки. Поближе вот так побольше поставлю. вот таким образом можно именно для любого персонажа подготовить руку, используя одну кисть. Найдите себе хорошую кисть, с которой вы будете постоянно работать или вылепите свою, уже такую, какую вам надо. Всё, всем пока, до свидания. До свидания.